Здарова-здарова, дорогие друзья, с вами Булкин и добро пожаловать на новинку серию по Forza Horizon 3. И в общем-то сейчас со мной, еще здесь, ну как бы не здесь, а вот в Дискорде, Кристи, привет. Да, всем привет, ребят. Короче, ребят, сегодня Кристи будет моей палочкой-выручалочкой, потому что я придумал небольшой челлендж на сегодняшнюю серию. И вообще, кстати, в последнее время вам, я смотрю, очень нравятся серии по Forza Horizon 3. Даже вот предыдущая серия, когда мы, кстати, если вы не смотрели, там мы с Кристи, ого-го, что делали. Мы там женские и мужские тачки, короче, строили. Короче, я придумал такую тему. Я сейчас буду, я зашел в автосалон, я сейчас буду просто отвернусь и буду крутить, мутить. Кристи не видит экран, если что. Вот так вот просто по автосалону бегать, листая там и ЛБшка, и РБшка, и стиком самим. И в общем-то, ну, я скажу Кристи, когда я начну, и потом она скажет, стоп, именно эту машину я должен буду купить. И сегодня сделать, допустим, скорее всего, класс С2, С1, ну, смотри, какая тачка будет. И пойти в онлайн, и еще попробовать всех вздернуть. Ну что, Кристи, значит, смотри, единственное условие, здесь реально очень много машин, поэтому ты там особо не торопись. Там где-нибудь, пускай секунд даже 20 пройдет, пока я буду все листать, чтобы точно было неожиданно. Так, все, я тогда отворачиваю, сейчас как это я сделаю, вот так вот, все, значит, я начал. Ты пока, ну, ты не спеши реально, я вообще не представляю, я жму все подряд, так, немножко стиком, сюда уйдем, сюда, здесь, пощелкнем. Ты закрытыми глазами, да? Я отвернулся, я ничего не вижу, честно. Так, я не знаю, влево немножко. Я все вижу. Да ты не видишь ничего, что ты обладываешь? Ну, что там? Хочу прощения. Блин, я вообще не представляю, где я вообще нахожусь, какие там, чего, давай стиком. Сейчас немножко стиком вот так вот помотаю сюда, так, влево немножко, еще сюда, сюда, сюда. Пощелка, пощелка еще, давай, 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 что там делать? Блин, я вообще не представляю даже, что там сейчас будет, это на самом деле реально интересно. Ну, что там, скоро, нет? Подожди еще. Так, ладно, хорошо. Хорошо, извинись. Я вообще не представляю. Чего? О, боже мой. Что это? Блять, это что вообще такое? Чего там совсем? Крайслер Валиант Чарджер 72-го года. Что? Блин, ну я не думал, что это будет вообще пиздец интересно на самом деле, потому что такое... Ну это, это что-то, я первый раз, честно говоря, слышу о таком Крайсере. Давай перейсберем. Ну да, ребят, я думаю, вы поддержите, но просто это не особо интересно даже будет. Я думаю, что надо что-то более оригинальное. Все, я начал крутить дальше. Так, иду сюда, потом ухожу куда-то сюда. Такой хуякс, хуякс, жму на стике. Вообще жесткий пацан, вообще как бы ничего не щадю, не щажу. Не щадю? Ну что там, как у тебя прогресска, да? Так, а ну-ка. Сейчас неожиданно такая, как? Скажи? Стоп. Блядь. Лучше еще? Не, я возьму ее, потому что я, блядь. Ну, а-а-а. Так, подожди. Ну, это Lotus 340R. Короче, машина очень похожа на картинг. Если так, чтобы тебе было. Она опять без... Кстати, понимаешь, что второй раз крайсер тот был бесплатный, и этот Lotus тоже бесплатный. Не, ну у него, скорее всего, будет хорошая управляемость, но скорость мне вообще не нравится. Я надеюсь, его еще можно будет сделать полноприводным. Ну, что, придется брать. Или все-таки... Ну, да, я, наверное, возьму еще. Ну, все честно. Все, Кристина, спасибо. Давай, да. Пока! Пока! О, ребят, ну что, как бы вы видели сами, у Крайсера это было, как бы, ну, реально, мне кажется, не так интересно. Хотя это тоже весьма спорное решение. Кристина. Так. Ой. Так. Весьма тоже спорное решение, потому что я не знаю реально, что с этим вообще делать. Я, знаете, я ее хочу покрасить какой-нибудь цвет. Пускай она будет в золотом хроме, друзья. Вот реально, вот пускай эта машина будет максимально необычной. Вот меня радует только одно, то что она бесплатная. Мне реально не жалко, да, тратить на нее ноль кредитов. Ну, сейчас посмотрим. Единственное, что я сейчас боюсь, это то, чтобы реально можно было сделать ее полноприводной. Потому что, в принципе, если так подумать, то, в принципе, наверное, что-то можно еще на ней показать. Потому что она, скорее всего, должна рулиться хорошо. Давайте посмотрим. Так. Значит, нам нужен теперь гараж. Я быстро ее подкрутим, настроим. Загрузить. Ну-ка, посмотрим, что-то. Давайте сразу загрузим. Что-нибудь пиздатенькое. Блин, ну, ребят, идея, по-моему, неплохая. Так. Полный привод есть. Отлично. Во. Вот это мне сразу нравится. Смотрите. Скорость. Ну, такое. Ну, реально, ускорение, разгон, торможение. Управляемость, конечно, 8.3. Хотелось бы побольше. Так. Это все, что есть, что ли? А нет, просто не прогрузилось. Так. Давайте выберем, значит, ключевое слово. Наивысшая скорость. Это здесь нам реально нужно. И лучшее управление. Вот так вот. Какой-нибудь сейчас популярный конфиг выберем. И будет вообще огонь. Идеально, я думаю. Так. Давай грузись. Что там у нас? Интересное найдет. Что по загрузке вообще? Андрюха, Санечек, Ванечек и Стас. Булкин Кейс знает каждый из вас. Нет сайта лучше, ты со мной согласись. Ведь Булкин Кейс заеби. Пифа 18, GTA 5 за копейки. Рандомы, призы, позитив, тубитейки. Тетя Люса, за 100 зацепись. Ведь Булкин Кейс заебись. Прозыгрыш игр. Выгодные рандомы. Лучшие цены на игры знакомые. Не ленись. Игрухой обзаведись. Ведь Булкин Кейс заебись. Пока Семенович пиздит колесо, заходи на Булкин Кейс и во всем сам убедись. Ссылочка в описании. Ну, слушайте, ребята, вот это, наверное, самое оптимальное. Beast Mode. Так, мы видим, что здесь идет свап мотора. То есть, стоковый 1,8 мы ставим какой-то 3,6. Я даже не знаю, от чего это может быть. Полный привод. Крутящий момент 606. 460 кВт. Ну, в принципе, достаточно. Скорость 7,4. Управляемость почему-то тоже не особо. Но мне кажется, на деле она должна быть реально как бы, ну, хороша. Потому что машина выглядит как эта. Конечно, это не Ариэль Атом, скорее всего. Но, тем не менее, это будет максимально необычно. Так, за что бы мне купить? Наверное, лучше за кредиты я куплю, конечно, чем за жетоны. И, друзья, прямо сейчас сразу пойдем в онлайн. Черт, это максимально необычно сейчас будет. Вы понимаете, то, что я... С2 946. То есть, это не 999. Это не 900. Блин, а может надо было сделать хотя бы... Давайте попробуем. О, боже мой. Что она такая... А что у меня такой тихий звук, алло? Ее... Она подожди, подождите, она не случается... А, нет, как она. Я хотел сказать, а может быть она типа это, электромобиля. Что-то у меня как-то очень тихо все. Общий звук в игре сохранить. Что-то как-то я мотор вообще не слышу, он... Она вообще бесшумная, ничего? Алло, почему я слышу только... О. Ребят, я не знаю, почему она очень бесшумная, но она реально очень тихая. Не, ну в целом... Блин, ее носит, конечно, как говно. Не, она, кстати, управляется неплохо. Я реально сказал, что эта капсула должна как бы рулиться. И вроде бы она... Слушайте, ну я даже рискну. Давайте это будет по полной программе необычно. Я пойду в класс С2, да, учитывая, что... Ага, скорость, короче, в районе 300 у нее максималка. Ее, конечно, заносит. Давайте, короче, ребят, все, сразу приступим к делу. Просто сразу. Я реально боюсь представить, что нас ждет. Пользовательское приключение, только гонки класс С2. Все, я иду в класс С2, то есть это самый максимальный класс, в принципе. Ну, как, относительно, если не считать класс Х. Но все равно... Сейчас нас ждут соперники на всяких... Porsche 918, потом Lamborghini Centenario, в общем, и прочее. Дичь всякая. А я приехал такой на Lotus 2000-го, блядь, года выпуска, кстати. Я о нем вообще не знал, честно говоря. Это какая-то, видимо, лимитированная версия. Не знаю, может быть, была в свое время. Но, честно, я о ней не слышал никогда. Так, блядь, она, конечно, выглядит ужасно. Жалко, нельзя фотомод включить. Я бы посмотрел на эту машину. Так, у нас там идет пока синхронизация трафика. Мы можем, в принципе, так... Я уже все забыл. Реально давно в Forza не играл. Блядь, ну это такое говно, конечно, пиздец. Видите, она настолько... Она реально страшно выглядит. Я не знаю. То есть, Ариэль Атом, мне сам по себе, я не люблю такого класса автомобиля. Но Ариэль Атом, он как-то имеет какой-то стиль. Блядь, ну вот это вот дичь. Да, еще по бездорожью бы сейчас покататься. Понимаете, такое ощущение, что взяли Lotus и Лис, сплющили его и посадили на базу картинга. Я не знаю, как это по-другому назвать, но это какой-то просто полный пиздец. Ребят, ну пока что, кстати, я иду где-то спереди. Я думаю, что меня на трассе легко все догонят. И я нифига не приеду первым к заданной гонке. Я, кстати, не знаю даже, какая она по счету. Ну да, меня догоняют, по-моему, вообще в легкую. Блядь, что происходит, пацаны? Я не понимаю. Она еще праворульная. Ну, естественно, Lotus это английская тачка. Не, кстати, смотрите, я еду 311. То есть, по меркам реально класса С2 это мало. Но меня как бы не особо догоняет. И как бы, естественно, я могу по полной жарить. Бля, ёпта, чё я так закидываю-то? Не, лучше такой хуйня не страдать. Подождите. Так, я, пожалуй, газон покошу, пацаны. Уракан меня, по-моему, перфоманта обгоняет. Как бы я даже заикаться начал, потому что я понимаю, что мне пиздец, ребят. Но сам по себе реальный экспериментик мне понравился. Бля, этой пиздюлькой вообще жестко управлять, ребят, пацаны. Вообще реально, вам отвечаю просто. Давайте накидаем Лукасов, друзья, кстати. И, ну, эта неделя вряд ли у нас получится в Форзе. Но вообще, если мы в целом наберем неплохое количество лайков, друзья, я думаю, что мы устроим в ближайшее время неделю Форзе. Например, может быть, на следующей неделе или так далее. Фу, блядь, ты меня чуть ни очки не запорол, слышишь? Это чё за... чё за ублюдок такой большой? Я имею в виду в плане машины такая страшная тоже. Это какой-то цирк уродов, друзья. Так, значит, ралли-файтер, господи. Четвертый заезд из четырех, кстати. Это интересно, потому что мы потом заново начнем чемпионат. Ну, как бы... Из явных соперников... А, это не Уракан был. Это 458S Феррари нас обогнала, скорее всего. Я показал, что Уракан перфоманты какой-то. Прям в обвесах весь. Но нет. Да, ребят, соперники серьезные. Центенарио, Форзе Тих, Хорайзен Эдишн. Это... А, нет, подождите, вот Уракан СТ. Это Уракан СТ был все-таки. Я что-то, видимо, у меня уже глючит, ребят. Ну, мне пизда. Мне пизда, как бы, это однозначно. Но мы постараемся сделать, как бы, все возможное. И, в общем-то, реально. Порж 918. Хорошо. Вот сейчас как раз-таки финал у них чемпионата. Поэтому у нас есть время еще потренироваться. Я, естественно, буду ехать на результат. То есть, не набивая очки. А именно, стараясь прийти, собственно, ну, первым-то... Бля, я один такой ублюдок здесь, реально. Просто, ну, как будто... Блядь, просто... Вот какой здоровый человек возьмет для класса С2 в онлайн? Лотус 340R 2000 года выпуска. Вообще, машина no name, серьезно. Я, ну, может быть, я так считаю, но я нереально не слышал. Просто Лотус и Лис взяли перед и приделали на базу картинга. Это, блядь, сейчас бы ЦЛК GTR этот или как он там был на заднем приводе. Ёпта, это шо, блядь, за гонки, пацаны? Э, у меня крыши нет! Блядь, больно, наверное. Сука, каркас бы выдержал такой удар. Ёбаный рот, это... Ох ты, ёбашки-воробушки. Я не знаю, насколько она хороша будет на бездорожье, но как бы это... По крайней мере, против ЦЛК вот этого GTR у меня есть шансы. Потому что этот Мерс заднеприводный. Я видел, как он шлифовал с алстарта. Кстати, я в синей команде. Кстати, я долбоеб, потому что... Бля, какой-то полный пиздец и трэш. Форд GT извин... Я надеюсь, я взял чекпоинт? Да, я взял чекпоинт. Е-е-е-е! Шестое место, пацаны! Ещё не так всё плохо! Как же это пиздата в кавычках нет. Ёпта, утра. Это нормально то, что восстанавливались пальмы на ходу сейчас? Погани зонда меня обгоняют, блядь. Ёбушки-воробушки! Чё по прыжкам-то вообще? У меня приземление не самое лучшее. Знаете, это как в этом, в NFS Payback. Помните, там есть характеристика прыжок, который надо прокачивать? Вот мне бы сейчас прокачать прыжок на моём лотосе, потому что он прыгает не очень здраво. Так, тихо-тихо-тихо. Ой, как-то её... Это что такое было, блядь? Что-то он, блядь... Ой, блядь... Я последний? А, ну нормально. Я последний. Супер! Вообще охуенно! Не, ну как бы у меня трековая тачка. Чисто так по кольцу бы размяться. Я не рассчитывал, что я буду пальмы сшибать на этом говне, блядь, и летать. Ёбаный рот! Да, пацаны, вот так вот рандомно выпадают машины. Ну чё, должен? Так должен. Я от крайсера отказался. Не думаю, что на крайсере было бы лучше. Какие-то реально у нас сегодня... Фу, блядь, тихо. Спокойно. У нас, может быть, ещё есть шанс. Я буду до последнего бороться. Ещё оч... Блядь, да что ж ты дал? Ну пизда, вот просто очки... Столько очков сейчас похерил, вы видели, да? Аэродинамики у машины нет, поэтому я не могу приземлиться как бы нормально. Ладно, давайте попробуем хотя бы читерским способом, может быть... Хотя особо смысла нет, сказал... Нет, друзья, она не для бездорожья. Она не для бездорожья. Но я рассчитывал почему-то, что я хотя бы ЦЛК этот буду обгонять, но... Так я ещё не ошибался, пацаны. То есть, понимаете, её закидывают за нос, она заносит тоже не особо хороша. Её не закидывают за нос, она как бы, ну... Тут всё проблема, видите, в прыжках основная. Пальмы эти самовосстанавливающиеся пиздец какой-то. Что происходит? Кому-то приехали на ферму, расхерачили полквартиры. Что полквартиры? Вот что это? Сейчас опять очки потеряю. Пиздец! Просто она не умеет летать, ребят. Эта тачка не умеет летать. Я не знаю, как эти... Полный пиздец. 200 очков у нас синяя команда. Охуенные пацаны. Включая меня тоже, кстати говоря. Которые просто затащили в кавычках. Нас ещё и трое против их... А их четверо. Справедливо пизда, как вообще. Просто отлично. Ладно, хорошо. Давайте реально попробуем хотя бы это, там, ландшафтный дизайнер, не дизайнер. Я надеюсь, сейчас следующее голосование будет, что у нас будет класс этот, этот... Только гонки, именно только асфальт, что-нибудь такое. Потому что это просто... Причём, знаете, я не знаю, я успел это заснять или нет. Когда я выбирал эти характеристики, там был один под названием ралли, что-то там и что-то ещё. Если бы я, блядь, знал, я бы... Тихо. О, вот мне нужно, вот мне нужно так прыгать. И то её куда-то в дерево несёт. Это пиздец, ребят. Я так хуёво в онлайне ещё ни разу не выступал. Просто ни разу. Это самая реально непонятная машина. Реально, ребят, никогда не берите её. Хотя я не думаю, что кто-то её захочет специально взять. Но вся надежда реально на... Самое. Я ещё финишировать успею, я так предполагаю. Вся надежда на то, что сейчас будут асфальтированные гонки. И там, в принципе, как бы у меня есть шанс. Хотя, опять же... Посмотрим, ладно. Мы посмотрим, друзья. Мы всё посмотрим, мы всё попробуем. Но я надеюсь, что всё-таки шанс есть. Так, тихо, тихо. Я здесь аккуратно. Аккуратно, блядь, чтобы на колёсики приземлиться. Слава богу. Ещё сколько-то очков набрал. О, боже, ребят. Это был самый сложный заезд в моей жизни. Просто. Просто самый сложный, реально. Без шуток. Угу. Я последний. Отлично. Супер выступление. По рейтингу, кстати, я говоря... Ну, конечно, тут ралли-файтер на втором месте. Я даже не знаю. Ему, наверное, только в плюс здесь. И самое, что меня ещё больше убило, что первый приехал чарджер, блядь. Теперь мы знаем идеальную машину для ралли-гонок. For the Horizon. Окей. Так. 101-й левел у меня. А, нет. Даже не хватило за 101-го. Ну, нормально выступил. Чё, даже поднялся немного, пацан. Так. Сейчас будет самое интересное. Давайте. Я очень рассчитываю на то, что будет какой-нибудь асфальтированный чемпионат. Давайте сделаем так, друзья. Если сейчас реально... Ну, мы, естественно, начинаем новый чемпионат. Если там к третьему этапу будет всё потеряно, я даже продолжать не буду позориться. Мы заценим эту тачку. Я думаю, этого будет достаточно. Если же будет какая-то реально борьба, там, хотя бы в тройке лидеров, то я буду до конца идти. Просто тоже не хочется делать серию на час. Мне кажется, это будет очень муторно и долго и неинтересно. Так. Ну что? Седьмое место. Замеч... Так. Уличная гонка тогда уж. Тогда уж уличная гонка. Слава богу, меня поддержали. Я даже знаю, кто проголосовал за всё, что угодно. Это, наверное, чувак, который ездит на ралли-файтере. Но, чувак, не только не сейчас. Давайте реально вот закончим вот на этом выборе и всё будет заебись. Фух. Слава богу, друзья. Реально. Справедливость восторжествовала. Я реально вот угад... Вот, скорее всего, угадал. Эх, какие же у меня есть сексуальные машины в классе... С2. Ну, я вынужден брать вот эту замечательную малыш. Какая же она охуенная. Этот внешний вид. Эти строгие линии. Ммм. Просто невероятно круто. Вообще. Вообще. Просто сногсшибательно. Сногсшибательно, друзья. Я не знаю, как бы я без неё жил. Да. Эти фонари. О, да, детка. Как на мотоциклах, блядь. Этих старых каких-нибудь. Не знаю, эти советских причём вдобавок. Ебать, крестовидной отверткой закрутили крылья. Вы видели там вообще? Нормальная хуйня. Всё. Заток в золоте, хроме. Отлично. Так, я готов добираться сразу. А где все? А, вот все. Все. Здравствуйте, товарищи. Я вангую, что нам ехать надо. Да. Поехали. Всё. Я буду сразу бороться. Сразу настроен на победу. Моя задача, мало того, чтобы приехать одним из первых, ещё и хорошенько так... А почему там чувак уже хуячит спереди? Э, пацан. Минуточку внимания. Ты как это сделал? Не надо там охуеваний, ладно? Как бы. Чё он там едет-то уже спереди? Нормально, нет? А чё за встречку не считают, это, доп. очки? Блядь, триста... Ну, такое. Нет, в принципе, знаете, если не подпрыгивать на этой машине, она рулится. Видите? Если какой-то прыжок и резко повернуть рулём, то всё. Пиздец. То пиздец. 320. Так-то... Блядь. Ёба, народ. Тихо, 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 тихо. Слушайте, а мне... Ай, блядь, вот это... Вот тут примерно так будут гонки выглядеть, пацаны. Еду 321 в огранке, и меня как бы Феррари, и не хуже управляясь, тоже вот, пожалуйста, как бы... О, тормоза-то у меня нормальные, даже по-мокрому. Чуваки, есть шанс? Есть шанс, возможно. А может и нет. Не знаю, пока не понял. Так, я, пожалуй, немножко срублю здесь деревьев, чтобы хоть чуть-чуть еще очков добавить, и вот так красивенько пришёл. Здравствуйте. Так, посмотрим. Ну, у меня точно не первое место, потому что я как бы особо там и техник не набрал. И это... Просто я, понимаете, похож на тошнотика. Ну, второе хотя бы. Ехал, блядь. Что с СТ-элемента? О, боже мой. У меня самый низкий рейтинг здесь. Блядь, просто сейчас чуваки думают, кто этот чел на Лотусе, блядь? Кто он вообще? Что за булкин СПБ? Что он здесь забыл? Почему Лотус вообще? Что происходит? Ладно, друзья. Нас семеро, да? Будет шанс. Не, сейчас всё зависит от того, каким я стартану, какая будет гонка вообще, да? И... Тормоза хорошие. Вот мне очень понравились тормоза. Это прям вот похвала этой тачки за тормоза, потому что даже вот уже начало... Начало дождь идти, я тормознул. Просто видно было, да, что лучше, чем Феррари. Но было бы странно, если бы она ещё и не тормозила. Тогда я вообще фишки её не понимаю. Да, она рулится на малых скоростях, но... О, ночь и дождь. Супер. Спасибо. Спасибо, окей. Ой, пиздец. Сейчас мне будет, ребят. Ой, пиздец. Так. Командная гонка. Я в красный. Значит, я сейчас подведу чувака на Центенарио, на ССТ элемента и на Марселаго. Отличная компашка с Ламборгини. Супер. Вообще. Чувак на Лотосе среди Ламборгини. Вообще охуенно. Окей. Ладно. Всё. Я спокоен. Я спокоен. Я уверен в себе. Сейчас бы лишь бы не последним хотя бы прийти. О, да. В конце стартуем ещё, да? А, нет. О, старт-то у меня неплохой, пацаны. Ну чё, поконкурируем? Чё, пацаны? Конкурируем? Как бы, бля... Кстати. Слушайте. Слушайте, кстати. И сейчас я буду отставать. Я угадал. Не пущу. Не пущу. Состо... Бля-я-я-я-я-ть! Сука, я еблан, бля-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. Я думаю, чё он тормозит? А оказывается там поворот. Вот я придурок-то ебучий. Как можно было... Ребят, я сорян, но я дебил. Они просто идут друг за дружкой, смотрите. Аккуратно идут. А один единственный кто? Булкин на ебучем лотосе улетел, блядь. Что же я такой невнимательный, друзья? Извините меня, пожалуйста. Можете наказать. Напишите хэштег Булкин невнимательное чмо. Я все пойму. Кстати, смотрите, я еще и умудряюсь кого-то... Блин, не, рулится она вот на таких сред... Ебаный рот. Ламборгини расхуярилась. Так. Тихо, 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 тихо. Все, друзья, надо стараться. Да, у нас, смотрите, тройка голубых едет спереди, остальные красные все сзади. Поэтому как бы особо... Особо как бы... Бля, тормоза реально заебись, реально заебись тормоза. Не, вот на таких скоростях как бы до там 250 она вот рулится прям, прям вообще. Прям аж у меня член встает от такой рулежки. Но... Вот если ее заносят, это... Что? Это законно то, что меня сейчас столб затормозил практически до нуля Блять Муракан, тихо, тихо Пацан, 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 мурселага, не надо Давай договоримся Ёбана Так, пацаны, давайте Давайте, давайте, давайте Валим, ёпта, как страшно-то Мама, я в капсуле смерти Мамочки, помогите Кто-то улетел О, что? Это нормально? Нормально то, что мурселага пропал? Какой я приехал? Четвёртый? Пятый? Супер Только нихуя интересно И давайте угадаю, скачусь я, был второй, да? Думаю, что я сейчас буду четвёртый Судя по всему, в общей таблице Но мне повезло, что сеста элемента там Сделала кувырок очень крутой И мурселага что-то там куда-то пропал А так как бы Не, ну если бы я, кстати, не пропустил чекпоинт, в принципе, да? На самом деле так-то можно Конкуренцию хотя бы какую-то составлять Но это очень Сложно и вообще как бы Очень страшно И, короче, вы понимаете, это жёстко, ребят Не надо этого повторять, реально Не повторяйте никогда моих ошибок Третий Чуть-чуть скатился Ну, в целом, кстати, ещё Вот сейчас всё зависит от того, как я выступлю Во-первых, как доеду до следующей гонки И, во-вторых, как я выступлю во второй гонке Потому что вот от этого уже можно будет немножечко отталкиваться А так, в целом, пока я даже не особо понимаю, что происходит Так, ну чё? Добраться до гонки Давайте, друзья, сделаем это красиво Я надеюсь, я в ту сторону поехал Я всегда вроде угадываю Куда надо ехать Обычно это прямо И Насколько я прав или не прав Я прав Так, окей Окей Окей, мы сделаем это Мы сделаем это, братья и сёстры Блять Марселага, не въезжай в жопу только Спасибо Тоже золотой, кстати, пацанчик Так, ладно Всё хорошо, конечно Но просто доехать этого мало Надо какие-то очки хотя бы заработать попутно Например, вот покосить траву Но если я буду косить траву Вы понимаете, что я могу остаться без денег Что? Не знаю Мне страшно Блять, мне кто-то опять Блять, страшные вы все! 400 летаете Пацаны, тут камеры расставлены Вы шо делаете-то, а? Я вот не нарушаю Я лично за ПДД Вот И ни в коем случае не против Да, потому что не надо нарушать Правила дорожного движения 320 Огранка Всё Вот и всё Я не думаю, что сейчас, конечно, это Ну Не, чисто теоретически я мог Оооо Так, 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 так Я каким-то образом Марселага-то обогнал Видите, Кустик сделал своё дело Вот этот, который я срубил 100% Всё зависит от того, как Угу Ясненько Ну ладно Третье место тоже неплохо В тройке лидеров находиться Среди вот таких, как бы, чуваков На таких тачках Я думаю, что ещё более-менее неплохо А что значит корона? Вот корона у чувака Корона у меня Типа чё я Типа чё сделал-то вообще? Чё я сделал такого, что мне корону дали? Ну ладно Так, друзья Всё, сейчас вот всё решится Реально Надо быть внимательным И как бы это Ну реально Я не знаю Это будет страшная гонка Потому что реально страшно Блядь Вот такие прямые Просто поганья хуяра Ой, это зонда там была Уфью Нахуй Потом Феррай Уфью Блядь 400 плюс летят А я такой 320, пацаны Всё нормально Я на круизе Окей Ладно Максималочки не хватает Ну ладно Ничего страшного Давайте Сейчас сделаем всё красиво Давайте Заки Сашот Опять ночь Да что ж ты будешь делать-то Кто первый? Ага Кто первый до пляжа Видите? Все около моей тачки Обсуждают стоять Что за дерьмо вообще Это купил, чувачок Я говорю Да этот Лотус Как бы 340R Вы чё не знали? 340R Лотус Да блядь Если как бы Вы не знаете Что такое Лотус 340R Вообще О чём разговор может идти Как бы Это ж блядь Это ж Лотус 340R Так Блядь Какая же там приборка ещё ублюдская Как на Камре последний Вы видели? Синяя подсветка Теперь понятно Откуда Камре это взяла Почему я Хуракан делаю на старте Я не понимаю Блядь Тихо Я надеюсь Меня никто не разверт Я думал Я думал Что я не прошёл Чекпоинт Но мне повезло Мне повезло Каким-то образом Я думал Что меня вытолкнут Блядь Как же страшно Назад-то смотреть Это пиздец Они там просто Как лютые Бля Так-то Сука Почему? Я так ненавижу Эти чекпоинты С вот этими флажочками Это такая залупа Дикая Просто залупа Дикая Не как бы Реально Вы понимаете Что я думал Что я вам скажу Что вот Эта тачка Реально дерьмо А в итоге Как бы Блядь Там тоже чекпоинт был Сука Вот мне опять На её Я хотел срезать Но в итоге Видимо Я не один так Обманулся На этой хрени Ненавижу Эти гонки С этими Ебучими Блядь Чекпоинтами Флайерами Файерами Вот этими Синими Блядь Синий залупой Блядь Реально же Неплохо Так вот ехал Блядь Дома Кто здесь дома построил Покажите мне Проектировщик Я буду бороться До последнего Я буду бороться Пацаны До последнего Я не знаю Как лучше На ней проходить Повороты Чуть-чуть в дрифте Или блядь Может быть Кто-то ошибётся Или врежется Трафик Пораскидывает Блядь Так Я максимально Аккуратен Вы видите Да Ну последним Это как бы Вообще не вариант Вы понимаете Да То есть как бы Без очков Последним Ну такое Сомнительное удовольствие Блядь Уракан Не хотелось бы Разбить Чей-то Чужой Уракан Извини Но ты как бы Это Сзади Теперь будешь Ты будешь Сзади Теперь малыш О Так Подождите Тут я смотрю ошибки у многих. Опачки, пятое место. Ха-ха-ха, интересная хуйня. Так, не один я пропускаю эти ебучие. Четвёртое даже! Нихуя себе сказал я себе, когда был в Якутии. Там было очень холодно просто. Так, ну-ка. Угу. Слушайте, ну, может быть... Блядь, ну так-то реально, если бы я не ошибался, у меня был бы прям шанс прям вообще. Так, четвёртое место. Блин, ну она реально вот по городским джунглям, в принципе, рулится. Но вот беда в том, что слишком медленный поворот, это не её. Слишком большие быстрые повороты тоже не её. Вот где-то от 150 до 250 вот это прям вот идеально для неё. Она прям вруливается, как надо, как ты хочешь. А вот на меньших скоростях она всё-таки боком пускается, на больших скоростях она уже не вписывается. Приходится тормозить, а если её начинают заносить, и она подпрыгивает... Короче, очень сложная машина, честно. Я, конечно, сам виноват, что я ошибаюсь так много, но машина тоже не идеальна. Просто я вот как факт вам говорю. Чё там вообще по очкам, по позициям? Я, наверное, вниз упаду сейчас, да? А, да, вилл спин. Ну, давайте, чё-нибудь наградите меня чем-нибудь интересным. Что-нибудь. Угу. Я понял. Четвёртое место. Ну, ну, первого мне уже не догнать, скорее всего. А вот, на самом деле, не, мы будем делать всё возможно. Давайте дальше бороться. По крайней мере, вот сейчас вот эта гонка реально многое решит. Давайте попробуем добраться красиво, чтобы, может быть, как-то сейчас... Блядь. Что за пиздец? Что происходит? Почему я первый, кстати, вырываюсь? Они пока грузятся, что ли, все? Или что там? Так, аккуратненько. Заебись. Немножко деревьев покосим. Так, так, так. Здесь можно срезать через круг. Отлично. Слушайте, ну, если я приеду первый, это не так, на самом деле, интересно. Видите, интересно там пошибать кусты. Вся эта хуйня, но я боюсь просто, что лучше, наверное, мы... Сейчас придумаем что-нибудь. Наверное. Так, тихо, тихо, тихо. Блядь, как же на ней страшно ехать. Чё на что она так тормозит-то резко, что прям сразу уже это... Всё. Так, нам... Оп. Оп. Так, слушайте, нас никто не догоняет. Смотрите-то. Так-то, вроде ещё есть возможность. Есть ещё порох в моей жопе. Хе-хе. Так. Угу. Здесь врулится? О, кстати. Смотрите. Не, к ней ещё надо привыкнуть, конечно. Я первый! У-ху! Только надо было, наверное, больше газона косить, потому что это мне сейчас нихрена не даст, на самом деле, скорее всего. Но это не точно. Мы приехали первые. За технику всего 630 опыта. Не, ну пока да! Но те чуваки-то ещё не приехали. От этого всё зависит. Я думаю, что... Я был четвёртый, да? Да, вот я, скорее всего, третий буду. Мне кажется. Хотя, может... Понятно. Нихуя мне не... Я даже наоборот. У меня отставание ещё больше стало, понимаете? От третьего места. Было не такое большое. Сейчас я поржу, если я ещё и на пятое скачусь. Слушайте, ну сейчас вот реально, сейчас вот эта гонка, она решит многое. Я хотя бы хочу третий. Если я буду даже третий, ну, согласитесь, это уже будет неплохо. Учитывая все мои косяки, серьёзно, это будет неплохо. Но всё зависит сейчас от моей внимательности и от желания моей тачки, так скажем, проходить нормально повороты. Береговой дрэк. Ночь. Опять ночь. Я не знаю, что за... Почему ночь вообще? Как вообще это? Что за работает? Опять... Ого! Нет! Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Какой-то чел ещё на Вентадоре с рейтингом звезда. Угу. Я в синей команде, значит, со мной... Ну да. Со мной, в принципе, все не особо крутые пацаны. Ладно, хорошо. Похуй, вообще. Надо просто это... Надо просто... Блядь. Блядь. Страшно-то как. Они все такие... Блядь, ну ты чё творишь, слышь, блядь? Пиздец. Конечно, почувствовал себя королём на своей дутенькой, блядь, ламборгини. Выкиньте нахуй эту серую ламборгини. Чё он таранится, блядь? Так, всё тихо. Следим за трассой, потому что, ребят, так, ёпты, мне так... Чё он толкает? Хуя он вытолкнул этого, блядь? Блядь, такое вообще... Я ненавижу вот реально, когда так делают. О, он уебался. Понятно всё. О, чё-то все разъебались. Ясненько. Так, подождите. Есть шанс, друзья. Есть какой-то... Шанс, ёпты. Как я сейчас... Мне в жопу дышит. Сейчас, наверное, пацаны думают, на самом деле, что я... Да что ты... Это тот... Это он? Он улетел? Блядь, чё происходит? Я в ахуе! Всё очень быстро! И непонятно! Так. Вот это, кстати, на Феррари чувак, который... Как бы мой этот... Соперник. Потому что он, по-моему, там в турнировой таблице второй, что ли? Или... Чё-то такое. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Главное не ошибаться. Потому что, возможно, ошибутся другие. Но меня, блядь, догоняют как нехуй делать вообще все. Что это? Вот это опять этот урод? Нет, это не он. Тихо-тихо-тихо. Чё ты бибикаешь? Да чё ты бибикаешь-то? Подожди ты! Мне тут и так страшно, блядь. Вы такие огромные все. Как будто на, я не знаю, на хаммерах, блядь. А я тут один на... Так, Феррари ошибочка. Ошибочка у Феррари. Но! Меня обогнал Уракан! Сейчас бы друг другу мешать красной команде. Команде, блядь. Что ж ты будешь делать-то, а? Что ж меня все выталкивают? Я такой как бы беспалевный мальчишка, блядь. Пацаны, надо... О! Минус Уракан. Хотя, блядь, ебать, он вырулил. Но я думаю, что это ему не поможет. Ошибка, она и в Африке ошибка, как говорится. Поэтому, третье место. И я, между прочим, затащил свою синюю команду. Хотя бы чуть-чуть, блядь. Хотя бы постарался, нахуй. В отличии... Кстати, первый-то Авинтадор. Ну, у него рейтинг-то ебический. Он, наверное, тут играет каждый день по несколько, блядь. 24 часа в сутки, наверное, сидит в Форзе. Поэтому он вне конкуренции. А Феррари я тоже мог обогнать, если бы не Ураканчик, который... Кстати, где он? Это был не Уракан? Это был с СТ Элементу, видимо, да? Черный. Или еще... В пизду. Ладно, не так уж это. Сейчас самое главное. Я пока не понимаю, что там по турнирной таблице. Бля, как же страшно, ребят. Ну, я потихонечку хотя бы привыкаю к тачке. То есть, вы понимаете, максималочка не такая уж и большая. При этом, она... Ой, блядь. Я вообще не хочу ничего комментировать. Третья... В смысле? А, да. Третья... Все, да, да, да. Вот какого хуя? Вот какого хуя я не понимаю? Я, блядь, ехал как младенец. Просто безошибочно. Без всяких... Без вообще без намека на что-либо. Я пятый, блядь. Почему? Потому что я не надрифтил очков нужное количество. Ну уж извините, блядь. Это будет слишком сложно. И дрифтить, и приходить еще там в первые тройки. Да... Обидно сейчас было, конечно. Обидненько. Ну ладно, хорошо. Я учел, учел. Сейчас, значит, так. Давайте попробуем. Все-таки... Алло. Алло. Алло, блядь. Ты дол... Блядь, ты долбушка или что? Алло. Блядь, ты долбушка или что? Сука. Какое же, блядь, ублюдство, а? Охуенно! Спасибо! Так, ладно, хорошо. Тогда мы действуем следующим способом, друзья. Наша задача стричь кусты. Это единственный шанс просто сейчас как-то что-то исправить. При этом не перевернуться и никак не запороть эти ебучие очки. Потому что только таким образом я смогу... И то, как вы понимаете, не я единственный сейчас срезаю, поэтому я сейчас должен просто, блядь, быть лучшим кустопиздолизом, который только может быть в этой, блядь, игре. Потому что это единственный мой шанс прыгать, рубить кустики, блядь, дрифтить об кустики, я не знаю, деревья вот эти вот срубать, которые срубаются. Пожалуйста, машина, не перевернись, нахуй. Я прошу только одного. Если она перевернется, шанс сразу... Фу, блядь, я думал все. Тихо, 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 тихо. Я вроде еще даже успею доехать до конца, друзья. 15 секунд, финиш, блядь. Нет, я не успею доехать до конца, поэтому я поеду в кусты лучше подрывчу, подождите. Это будет более интересно, иначе если я сейчас сорвусь просто... Так, ну, возможно, вот это мне сейчас что-то еще даст. Потому что реально я бы не успел, скорее всего, до финиша, и это бы дало... Короче, ладно, все, хватит пиздеть мне уже. Все равно хуево все очень. Джойстик, спасибо, блядь, тебе огромное. Еще и звук пропал куда-то, я вообще не понял, что произошло. Сука. Пятый, ладно, я хотя бы пятый. Нет, чтобы мне сейчас, понимаете, добиться четвертой позиции, я не знаю, что мне нужно сделать вообще. То есть вот как мне хотя бы четвертую выбить место. Ну, вряд ли я пятую позицию просру, но с другой стороны, конечно, хотелось бы как-то это, ну, вот как-то реально, как-то к ним поближе туда, в тройку уже я точно не попадаю, потому что тут надо 4000, и сейчас у нас уже разница в очках. Не, это будет вообще пиздец, unbelievable. Ну, и как бы я еду на результат, а не на очки, поэтому опять ночь, блядь. Ебаный в рот, а. Ну, хотя, в принципе, похуй. Все, максимальная внимательность. Может, сейчас они все улетят к хуям собачьим. Поэтому, это, я стартую где-то, ну, ближе к концу. Не, ровно посередине, кстати, я стартую, да? Так, 6. Похуй, короче, где-то да. Так, все, давай, лотус, давай, лотус, покажи ей последний раз я на нем еду, реально. Просто последний раз. Передо мной этот на Авинтадоре, который там, это, 100-500-го левела. Так, все, вот это, вот этот четвертый, который, Тандер Сноу, блядь, он всех толкает, он заебал в натуре. Так, Авинтадор просто вырвался вперед. Сейчас меня это столкнет, наверное, да, этот? Да, понятно, все, блядь, с ним, все ясно с ним, блядь, все с ним ясно. Меня в лягушку, блядь, в коробку, нахуй, блядь, кто-нибудь, столкните это с СТ-элемента серый, блядь. Он заебал... БЛЯДЬ! Лучше пускай восстановят меня, это будет быстрее. Так, понятно, все. Пока я толкался с ним, это невозможно, друзья, на такой маленькой пиздюльке, когда тебя могут в любой момент столкнуть, еще и следить за дорогой, я ебал в рот. Тихо, 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 по внешке, по внешке, по внешке, отлично. Там у Ракана уже, блядь, пизда, тормозам. Так, тихо. Тихо, 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 идем в нагую, да, блочим, блядь, матрешка, подвинься. Так, я еду третий, но я пока ничего не понимаю, я не хочу даже ничего понимать, я просто еду, друзья. Спасибо, можно было не врезаться мне в попку. Так, все, тихо, 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 тихо. Давай, 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 входи, 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 понятно, погони лучше рулиться. И как бы, ну, сказать, что у него больше максималка, вообще ничего не сказать. Ну, ладно, блядь, просто меня все обгоняют напрямой. Ой, блядь, просто в точку улетают, а я еду на круизе 320. Заебись, хорошая авария, мне понравилась. Ну, вот этот чел, на самом деле, на Вентадоре, он как бы меня и не интересует. Он там зашел поздно довольно-таки, поэтому он мне конкуренцию особо не составит. Но, в целом, зато он очень сильно мне может помешать занять ту же третью позицию, которую я мог бы занять, если бы не он. А это дало бы мне больше очков. Потому что я пока не понимаю, мои конкуренты все на каких позициях едут. Ну, блядь, если я в четвертую, в четвертом буду, все. Все, уже я, короче, в этой гонке. Специально, блядь, под конец прямая? Вот специально, блядь? 325, это все, что я могу, нахуй, сделать? О, боже мой, блядь, это просто провал, нахуй. Почему у меня нет максималки, я не понимаю. Почему у меня нету максималки? Я проебал просто две позиции за счет скорости. Вы видели? Авинтадор на прямой и Мурселага под конец на прямой. Все! Я не знаю, ребят, что там вообще получается, но, по-моему, все, короче, мои основные соперники, они пришли. Хотя, подождите, вот, 458. Хотя нет, стоп, 9-я, 10-я позиции. Это, по-моему, как раз те, кто были в первой... Блядь, если бы я точно сейчас пришел в третью, у меня был бы шанс вырваться на четвертую позицию в общей... Я сто процентов вам отвечаю. А сейчас вряд ли. Блядь, хотя бы четвертый. Я вот реально, я буду очень рад. Учитывая все косяки, которые я творил в сегодняшнем чемпионате в целом, это было бы очень даже хорошо. Но вряд ли. Но вряд ли. Сейчас посмотрим. Просто, блядь, на прямой я соснул огромный член. Ай, ну что там? Да, ага, Калифорния, блядь. Охуеть. Супер, вообще. Просто пиздец. О, ну, блядь, все. Ясно. Еще и там... То есть, вы понимаете, да? Вот эти пацаны на втором и третьем месте, они ехали последние, вы видели. Вот Сеста Элемента и 458-я Феррари. Нормально. Мне еще, оказывается, и Мурселага мог нагнуть. Вон, у нас разница тысяча очков. Супер. Пятое место, друзья. Я недоволен. Ну, как бы нет. Понятно, что мы все знаем, что решает еще и дрифт, вот эта вот вся хуйня. То есть, в принципе, если бы я ехал сзади и дрифтил, и вот это все, я был бы первым, мы все это знаем. То есть, как бы те чуваки, скорее всего, еще успевали как-то рейтинг этот рубить, блядь, очки. Только асфальт. Да, вовремя. Спасибо. Только до этого вот был бы только асфальт. Я думаю, там бы было... Хотя один хуйня, это дурак. Ладно, друзья, в общем-то, в целом неплохо. Учитывая, что это была случайная машина с случайным, почти полным, да, тюнингом. Неизвестно, он лучше или не лучше. Вообще, ублюдская машина, которая едет 320 км в час. Я считаю, что неплохо. Пишите в комментариях, что вы думаете. Я думаю, что мы такую же будем фишку частенько мутить. Пишите, что хотите увидеть в следующей серии по Forza Horizon 3. Обязательно повторю. Сделаю, пройду или, как скажете, в общем-то, подписывайтесь на канал впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. И, конечно же, поставьте свой царский лайк. Все, ребят, до новых встреч. Пока-пока.